Включите режим регистрации, пожалуйста. Включите режим регистрации. Включите режим регистрации. Включите режим регистрации. Включите режим регистрации. выступает практическая подготовка обучающихся. При этом, согласно требованиям Федерального закона об образовании в Российской Федерации, данная деятельность не предусматривает возникновения дополнительно трудовых отношений между педагогическими и научными работниками и медицинской организацией. Однако в настоящее время законодательством не установлена возможность осуществления медицинской деятельности педагогическими работниками без заключения договоров совместительства. Законопроект направлен на решение указанной проблемы и включает следующие основные новеллы. Это закрепление права педагогических и научных работников, получивших медицинское образование и имеющих сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста на осуществление медицинской деятельности. Применение прав, обязанности и ответственности медицинских работников к педагогическим и научным работникам в то время, когда они занимаются медицинской деятельностью. И исключение необходимости обязательно заключать трудовой договор по совместительству, что позволит педагогическим работникам сконцентрироваться на работе по практической подготовке обучающихся. Эти новеллы не исключают возможности работы педагогических или научных работников в медицинских организациях по совместительству. Принятие закона проекта не потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета. Просьба поддержать. Продолжение следует... 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 о которых я говорил. На законопроект поступило 48 отзывов органов законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации. Все отзывы положительные. Правовое управление Государственной Думы управления делами президента, Счетная палата Российской Федерации поддерживает концепцию законопроектов, Комитет Совета Федерации по социальной политике, Комитет Государственной Думы по образованию, соисполнитель по данному законопроекту, также поддерживает законопроект. Комитет на своем заседании рассмотрел и поддерживает концепцию данного законопроекта и считает не только целесообразным, но и крайне важным рекомендовать Государственной Думе принять данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Будут ли вопросы, коллеги? Нет, не вижу. А есть ли желающие выступить? Есть. Включите режим записи. Куликов Олег Анатольевич, пожалуйста. Спасибо, Александр Дмитриевич. Я буду краток, потому что и Костельников, статус-секретарь Министерства, и Николай Фёдорович Герасименко, они подробно осветили суть данного законопроекта. Это действительно очень важный законопроект, и который касается тысяч преподавателей и научных сотрудников, которые работают как в научных медицинских учреждениях, институтах, так и в медицинских институтах. Он ликвидирует ту несправедливость, которая уже фактически около 20 лет существует в нашей педагогической и медицинской системе. Фракция КПРФ будет голосовать за этот законопроект. Спасибо. Спасибо. Мурзабаева, следующая. Яна, пожалуйста. Спасибо, Александр Дмитриевич. Я хотела отразить позицию фракции «Единая Россия», что, безусловно, мы поддерживаем данный законопроект, потому что, как было сказано предыдущими докладчиками, на сегодня одним из актуальных проблем остаётся дефицит кадров, и наиболее опытные, квалифицированные преподаватели, профессорско-предподавательский состав вузов, медицинских колледжей, безусловно, это резерв для того, чтобы мы могли повлиять на улучшение качества оказания медицинской помощи. И второй аспект – это, безусловно, качество образования. На сегодня, к сожалению, по данным социологических опросов и по обращениям граждан, вопросы доступности и качества медицинской помощи остаются, к сожалению, одним из главных причин обращения и к нам, депутатам. И мы понимаем, что жалобы на неоказание качественной медицинской помощи несвоевременной – это результат того, что качество образования зависит в первую очередь от квалифицированных кадров. В последнее время в наших медицинских вузах тоже наблюдается отток профессиональных подготовленных кадров, и мы считаем, что принятие этого закона способствовать будет тому, чтобы закрепление профессоров и преподавателей в медвузах тоже этот законопроект поможет вопросы в какой-то степени решить. Поэтому фракция «Единая Россия» поддерживает данный законопроект и просит всех коллег его поддержать. Спасибо. Спасибо. Моисеев Михаил Алексеевич, пожалуйста. Александр Дмитриевич, вне сомнения, что этот закон нужен, я скажу, что если бы Министерство обороны ждало этого закона, то мы еще были бы отброшены в вопросах медицины на десяток лет. Вот министр обороны Шойгу Сергей Кужугетович, не дожидаясь того разгрома, то, что произошло в вооруженных силах по всем отраслям, в том числе и по медицине, и уже в наших, во всех госпиталях были созданы институты, которые занялись вот этой важной для восстановления врачей всех категорий проблемой. И сегодня эта проблема, она нужна на заказательном уровне. Поддерживаю и еще раз поддерживаю. Черкасов Кирилл Игоревич. Я просто нажимал и вопрос задать, и выступить не отразилось. Можно? Выступайте, пожалуйста. Фракция ЛДПР также поддерживает данный законопроект. Мы считаем, что это дополнительная возможность, как сказали коллеги, развивать. Есть два аспекта, на которые хотелось бы остановиться. Это первый аспект. Вопрос в ФАПах. То есть сегодня в районах очень сложно найти квалифицированную медицинскую помощь и консультации получить врачей-специалистов, потому что их явно не хватает. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы министерства и региональные Минздравы провели некую грань, которая позволила бы все же не усилить отток вот этих специалистов в районные центры, в областные центры, чтобы в районах все же такая помощь оказывалась, и люди имели возможность получать ее хотя бы в районном центре, а не так, как происходит в регионе, когда до районного центра 350-400 километров, и люди, к сожалению, вынуждены ездить туда для того, чтобы провести обследование, для того, чтобы потом получить квалифицированную помощь или консультацию. И второй момент. Очень часто в последнее время, тут хотелось бы обратиться, пользуясь случаем Дмитрию Вячеславовичу, наши медицинские специалисты выступают и, к сожалению, выступают не всегда, может быть, согласованно с министерством или с общей какой-то позицией относительно генномодифицированных продуктов и все, что связано с этим вопросом. И выступая экспертами на круглых столах, на публичных передачах, на публичных слушаниях, которые проводят, в том числе, комитет Государственной Думы, которые проводят на других экспертных площадках участники этого обсуждения, врачи, заслуженные люди, имеющие научные степени, говорят, что ГМО безвредно, что ничего страшного в его употреблении нет, и даже позволяют себе критиковать те законы и те распоряжения, которые сегодня существуют, говоря о том, что это абсолютно нормальная практика, когда применяется ГМО, причем применяется в том числе и используется в продуктах питания, в фармацеи. И вот здесь, конечно, важно, чтобы те комментарии, которые дают такие специалисты, они заканчивались каким-то порицанием или каким-то обсуждением среди экспертов, среди Министерства здравоохранения, потому что иначе, во-первых, наши граждане получают недостоверную информацию, а во-вторых, складывается ощущение, что эта проблема уже не является проблемой, и есть прям чуть ли не рекомендации, что можно это и нужно использовать, в том числе даже в детском питании. Поэтому хотелось бы, чтобы Министерство как-то отслеживало своих специалистов, потому что дальше следующий этап, как мы понимаем, даже вот из сегодняшнего законопроекта они придут в ВУЗы, они придут в училище и будут с преподавательской трибуны то же самое говорить. Спасибо. Представитель президента, правительства, автор, комитет. Выносим на час голосования. 23-й пункт повестки дня, проект федерального закона, 22-й, прошу прощения, проект федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс Российской Федерации. Доклад официального представителя правительства, заместитель министра финансов Сергей Дмитриевич Шаталов. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые депутаты, вашему вниманию предлагаются поправки в две главы налогового кодекса, это налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, посвящены освобождению от налогообложения определенных видов ценных бумаг, о чем идет речь. Сегодня освобождаются от налогообложения доходы, которые получены гражданами или организациями в отношении следующих бумаг. Во-первых, не обращающиеся акции организаций. Во-вторых, обращающиеся акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, в том случае, если эти организации относятся к высокотехнологичным отраслям. В том случае, если они вначале были не относящимися к высокотехнологичным, и не были обращающимися, потом стали таковыми, то в этом случае льгота применяется тоже. Условия. Непрерывное владение в течение пяти лет этими ценными бумагами. Правительство предлагает для тех акций, которые относятся к высокотехнологичному сектору и соответствующим образом котируются на биржах, обращающиеся ценные бумаги, сократить срок с пяти лет до одного года. А кроме того, расширить эту льготу на облигации и поевые инвестиционные фонды, опять-таки относящиеся к высокотехнологичным секторам экономики. Мы просим поддержать этот законопроект. Спасибо. Спасибо. С докладом Антона Анатольевича Ищенко. Сергей Ильич. Сергей Ильич. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, представитель правительства уже детально рассказал о концепции законопроекта. Комитет рассмотрел на своём заседании его концепцию тоже и отмечает, что законопроект абсолютно своевременный и нужный, направлен на активизацию инвестиционной и инновационной деятельности в стране. И несмотря на то, что есть небольшие выпадающие доходы как в федеральном бюджете, так и в региональных бюджетах, по финансо-экономическому обоснованию, которое представило правительство, 38 миллионов рублей в 2016 году могут не поступить по налогу на доходы физических лиц и 35 миллионов рублей по налогу на прибыль, всё равно рекомендовал принять этот законопроект, учитывая мнение и правительства, и счётной палаты, которые также поддерживают принятие этого законопроекта. Комитет просит поддержать предлагаемый законопроект в первом чтении. Спасибо. Будут ли вопросы? Да. Включите режим записи. Покажите список. Тарнавский Александр Георгиевич, пожалуйста. Спасибо, Александр Дмитриевич. У меня вопрос к докладчику, садокладчику, кто ответит, либо оба. Вопрос следующего содержания. Конечно, само название законопроекта о налоговом стимулировании инвестиционной активности, а также слова «высокотехнологический сектор экономики», они завораживают однозначно, и, как говорится, хочется всему этому помочь. У меня вопрос такой всё-таки. А как помогает то, что мы без налога стимулируем постоянную торговлю этими акциями, это помогает развиваться этому сектору. И, во-вторых, у нас всегда было убеждение, что если бумаги держатся, это стимулирует долгосрочные вложения. Если короткий срок держания бумаг, то это стимулирует спекуляции. Мы организуем на этом… Как помогут, так сказать, спекуляции на этом рынке стимулировать инновационную, высокотехнологический сектор и инновационную деятельность? Прошу в этой части дать более подробные пояснения. Спасибо. Правительственная трюба. Спасибо за вопрос. Речь идёт о стартапах, прежде всего. Эти стартапы – вложение денег, рискованное вложение денег, которое может дать, а может и не дать результаты. И важно инвесторов поощрить к тому, чтобы они вкладывались в эти стартапы. Освобождение от налогообложения, вот, скажем, для физических лиц – это 13% тех доходов, которые они могут получить в результате того, что этот стартап выстрелит. Спасибо. Емельянов Михайлович, пожалуйста. Уважаемый Сергей Дмитриевич, на прошлом заседании мы дали льготы продавцам очков. Сегодня мы даём льготы торговцам на финансовом рынке, несмотря, опять же, на красивые слова о высокотехнологиях и так далее. Почему наше правительство даёт налоговые льготы, в основном ритейлу, сырьевому сектору, финансовому сектору, финансовым спекулянтам? Давайте, может быть, машиностроителям дадим, станкостроителям. В чьих интересах вообще вот все эти налоговые льготы? Спасибо, Михаил Васильевич, за вопрос. Если вы обратили внимание на мой предыдущий ответ, то идеология состоит в том, что поддерживаются те, кто вкладывается в стартапы. А стартапы могут быть самой разной направленности, в том числе машиностроения. Графцов Дмитрий Евгеньевич. Спасибо большое, Александр Митриевич. Уважаемый Сергей Дмитриевич, да, действительно, названия закона и цели заявлены очень привлекательны. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. А детали, в том числе, связаны с тем, что в результате реализации этой инициативы могут возникнуть выпадающие доходы, в том числе для субъектов Российской Федерации, как было сказано, так сказать, в садокладе к этому законопроекту. Скажите, пожалуйста, а предусмотрена ли в проекте федерального бюджета компенсация субъектов Российской Федерации на цели выпадения доходов, которые уже запланированы? Спасибо. Спасибо. Сегодня этот инструмент не очень востребованный. По нашим оценкам, доходы, которые могут быть потеряны субъектами Российской Федерации, в год не превысят 70-75 миллионов рублей. Спасибо. Если желающий выступить по данному вопросу, включите режим записи. Покажите список. Тарновский, Александр Георгиевич, пожалуйста, с места. Да, да, спасибо, Александр Георгиевич. Повторюсь, название законопроекта красивое, мотивация, высотехнологический сектор экономики, его поддержка тоже здорово, но хотелось бы, когда видишь такие слова, то ожидаешь получить больше. К сожалению, большего пока не получается, хотя, может быть, на большее и нечего рассчитывать. Просто сама повестка более широкая, нежели реальность, которую мы имеем. И вопрос возникает, то сейчас, как сказал Сергей Дмитриевич, а как стимулируются стартапы? Имеется в виду, что покупатель или тот, кто начал, имеет возможность продать этот стартап раньше, чем 5 лет, и мы тем самым его стимулируем, чтобы людей больше пришло заниматься стартапами. Это может быть так, но на комитете были розданы материалы, которые говорят о том, что под этот законопроект подпадают эмитенты акций всего аж 20 компаний, из них 2 крупных, ОАК и Киви. 5 эмитентов облигаций во главе с ОАО «Роснано», знаем такую, и 9 венчурных пифов за пиф ряда регионов Калужской области, Воронежской, Краснодарского края. В этой связи, я бы так сказал, что все-таки гора родила мышь. Хотелось бы от правительства, мы готовы, наверное, льготы давать и всем, и в том числе высокотехнологичным компаниям, но хотелось бы более радикальных предложений с тем, чтобы стимулировать инновационную деятельность. Наверное, без налоговый год нельзя, и если пусть это даже не шаг, а маленький шажок, пусть он будет первый, ради бога, но надо двигаться тогда и дальше, потому что, наверное, правильный выбран путь, но может быть этот шаг слишком робок и аккуратен. Ну и вторая вещь, которую могу сказать, хотите или нет, все равно, если короткий срок держания бумаг, это все-таки путь, как мы обычно говорим, к спекуляции, если длинным долгосрочным вложением. Я в этой связи вспоминаю, как мы не так давно обсуждали введение НДФЛ для тех, например, граждан, которые купили квартиру, и было сказано, если человек купил квартиру, три года подержал, и потом ее продает, а у семья бывают разные ситуации, то надо этот срок увеличить до пяти лет, чтобы он держал эту квартиру, был собственником ее, не менее чем пять лет. И при сопротивлении оппозиции такое решение было принято, что однозначно создало проблемы… Сергей Евгеньевич, если можно от фракции буквально минуту еще мне. Двух, две минуты. Спасибо. Что, конечно, создало проблемы и для людей, не обязательно инвесторов на жилищном рынке, а в жизни есть разные ситуации. Семьи появляются, разрастаются, люди меняют жилье, а введение, удлинение срока держать квартиру в собственности от трех до пяти лет, в противном случае, если короче возникает НДФЛ, это был шаг, создающий препятствия для того, чтобы люди улучшали свои жилищные условия, работая не в серых, а в белых схемах. Здесь мы видим некий обратный процесс, дать возможность торговать этими акциями очень узкому кругу имитентов. Наверное, нормально, наверное, ради бога, но сказать, что это судьбоносный законопроект пока рано, и, в общем, будет он принят, наверное, хорошо, мало что изменит, пока вот не почувствовали, что это существенно изменит ситуацию для высокотехнологических компаний. Если это действительно так, то предлагаю правительству, если законопроект будет принят, подумать о том, чтобы дать или предложить парламенту более существенные льготы для того, чтобы инновационный сектор развивался. Видимо, без льгот в этом направлении никак нельзя. Спасибо. Спасибо, Антон Анатольевич Чищенко. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, мое выступление теперь от фракции ОДПР. В подтверждение слов Александра Георгиевича я хочу аргументировать позицию фракции. Мы, конечно же, поддержим этот законопроект, но в то же время абсолютно разделяем ваше мнение, что в том виде, который он представлен на рассмотрении Государственной Думы, вполне возможно, что последствия после введения его в действие будут абсолютно незаметны, потому что и круг компаний, на которые будут распространяться эти льготы, не очень большой, всего лишь пока 20 компаний, и объем сделок по акциям этих компаний тоже чрезвычайно низок. Поэтому, конечно же, надо расширять перечень компаний, которые могут быть задействованы в этих льготных с точки зрения налогообложения сделках. И хочу сказать тем, кто, может быть, не совсем детально изучил текст закона, речь идет не о том, что мы даем льготы имитентам этих компаний, мы даем льготы держателям акций этих компаний. И отсюда, собственно, тогда и получается, что не совсем правильное представление – это уже не спекуляции ценными бумагами, это привлечение инвестиций, в том числе и в эти проекты. Ну, а Сергей Дмитриевич, мне кажется, тоже несколько неправильно преподнес саму концепцию закона, когда комментировал вопросы наших коллег из «Справедливой России». Речь идет не о стартапах, я вас уверяю, потому что стартап на фондовую биржу не попадет, он должен пройти листинг, а это целый перечень требований, через которые маленькие компании не пробираются. Вот в этом, собственно, и наше предложение, предложение фракции ЛДПР – расширить перечень компаний, которые могут рассчитывать на льготы для держателей долей уже даже не ценных бумаг, не акций и облигаций, а владельцев долей в малых инновационных предприятиях. У нас с вами есть целый перечень льгот для таких предприятий. Скажем, у нас отменена верхняя планка в 25% для юридических лиц, которые являются учредителями малых инновационных предприятий совместно с вузами в соответствии с законом об образовании и совместно с научными организациями в соответствии с законом о науке и научно-технической политике. Так вот, мне кажется, как раз это и есть те самые точки роста, те самые инновационные компании, которые сегодня должны получить поддержку со стороны государства. Мы понимаем, что привлечь финансирование со стороны через коммерческие банки сегодня невозможно. Санкции против России говорят о том, что иностранный инвестор сюда тоже не идёт. Поэтому мы должны задействовать максимальный потенциал нашего фондового рынка в том числе и дать возможность продавать вот тем молодым командам инженеров и научных деятелей доли в этих малых инновационных предприятиях. Добавьте две минуты. Таким образом будут привлекаться средства в эти проекты. Мы получим дополнительный источник финансирования для высокой технологичной отрасли. И правильно сегодня было сказано, что предприятия, акционерное общество могут реализовать проекты не только на финансовом рынке. Это наше машиностроение, это наша химическая промышленность в будущем, это наши новейшие разработки в нанотехнологиях, в электронике и так далее. Это огромный перечень предприятий, которые могут получить дополнительные инвестиции, если мы расширим этот спектр предприятий за счёт малых инновационных предприятий. И я хочу сказать, мы очень часто встречаем рекламу на всех федеральных каналах «Газпром. Национальное достояние». Ну почему «Газпром»? Вот сегодня надо переориентировать, как мне кажется, подходы и сделать национальный реестр предприятий, которые являются национальным достоянием. Те самые, которые имеют перспективу роста. Пускай это будет сто предприятий или тысячи предприятий, но им государство должно отказывать всяческую поддержку. Именно из этого списка, из списка национального достояния России. Именно на них нужно делать ставку, им всячески помогать. Я вам хочу сказать, что за четыре года количество средних предприятий в нашей стране сократилось на три тысячи предприятий. Это 15%. Каждый год закрываются предприятия. Было почти 17, больше 17 тысяч, стало меньше 15 тысяч. Вот представьте, вот наши точки роста, вот наши предприятия, которые должны вытащить за собой экономику. Ни на какую поддержку они сегодня рассчитывать не могут. Давайте их поддержим, давайте расширим перечень этих предприятий и сделаем изменения в этот законопроект во втором чтении. Спасибо. Уважаемые коллеги, законопроектам предлагается освободить от налогообложения НДФЛ и налогам на прибыль организации доходы, полученные от реализации или иного выбытия, в том числе погашения акций и облигаций российских организаций, а также инвестиционных поев, являющихся ценными бумагами высокотехнологичного инновационного сектора экономики, при условии, что они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности и или в ином вечном праве более одного года. Указанное освобождение будет применяться до 31 декабря 2022 года включительно. Учитывая, что законопроект направлен на стимулирование притока инвестиций в инновационную сферу, фракции «Единая Россия» поддерживают законопроект. Ну и хотела бы в этой связи ответить Александру Георгиевичу по поводу увеличения срока владения недвижимым имуществом с 3 до 5 лет, это 220-я статья Налогового кодекса, при реализации его. Значит, мы с вами вынуждены были внести эту норму в силу того, что у нас застройщики, а также их близкие родственники, на корню скупали квартиры во вновь строящихся домах и не платили никаких налогов, они просто уходили от налогообложения. Значит, если 3 года, напомню, те, кто участвует в долевом строительстве, то договор долевого строительства регистрируется в соответствии с 214 законом, регистрируется в регистрационной палате. И с этого момента считаются вот эти 5 лет. Ну и потом квартиру купить, это не лапти. Люди всегда, наверное, оценивают, сколько лет, какое количество членов семьи. Я считаю, что со следующего года эта норма у нас будет действовать. И для тех налогоплательщиков, которые не занимаются перепродажей, а именно для себя решают, там вполне можно и разделить эту квартиру, и на второго супруга, потому что он налогоплательщик, и это не будет подлежать налогообложению, потому что это исключаются расходы, в первую очередь, на приобретение этого жилья. Спасибо большое за внимание. Законопроект нужно принимать в первом чтении, а ко второму чтению, если есть какие-то поправки, я думаю, что фракции смогут сформулировать и поучаствовать во втором чтении и принять его в целом. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Евгеньевич Градцов. Спасибо большое, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Дмитриевич, я к вам обращаюсь. Да, спасибо большое. Вы, к сожалению, не ответили на мой вопрос. Я вас спросил, внося эту инициативу и говоря о возникновении выпадающих доходов, в том числе для ряда субъектов Российской Федерации, предусмотрены ли компенсации в соответствии со статьей 53 Бюджетного кодекса Российской Федерации на эти цели для субъектов Российской Федерации? Вы не сказали ни слова, сделано это или не сделано. А вы сказали, что сумма незначительна до этих выпадающих и, дескать, компенсировать мы ничего не будем. Мы уже напринимали кучу инициатив с вашей подачей, в том числе, которые привели к возникновению серьезных выпадающих доходов, которые, к сожалению, но я могу провести конкретные примеры, до сих пор не компенсированы целому ряду субъектов Российской Федерации. И мы вновь эту катушку раскручиваем, и вы не отвечаете на вопрос. Я просил бы все-таки в вашем заключительном слове ответ такой дать. Вы предусмотрели компенсацию в бюджете или нет? Спасибо. Спасибо. Сергей Дмитриевич, ваше заключительное слово, пожалуйста. Да, спасибо. Я благодарю за такое пристальное и серьезное обсуждение этого вопроса. Отвечая на вопрос, я повторюсь, суммы, о которых идет речь, настолько незначительны. Это порядка 70-75 миллионов рублей на всю Россию в течение года, что понятно, что в среднем по региону это меньше 1 миллиона рублей. Нет, эти суммы в бюджете не заложены. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. Следующий, 24-й вопрос. Проект федерального закона, внесение изменений в статьи 337 и 342 Налогового кодекса России. Игорь Николаевич Егошин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, мы все понимаем, что в налоговом кодексе не должно быть различного толкования возможного тех или иных положений. Налогоплательщик должен четко понимать, когда, сколько, по какому налогу и в каком регламенте он должен оплачивать налог. На практике мы встречаемся с различным толкованием принятых нами норм. Бывает такое, что, принимая норму, мы видим, что она однозначна, но жизнь показывает, что практика может быть различная. По данному вопросу, который мы докладываем сейчас, обсуждаем именно такая ситуация, возникла, исходя из практик, права и неопределенности. Мы ее должны устранить. В настоящее время видами добытого полезного ископаемого считаются концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные металлы, получаем при добыче драгметаллов. Понятие обобщено, и этот вопрос мы с вами обсуждали, когда унифицировали ставки и методы взаимания НДС по разным ставкам 0, 10 и 18%. Не так давно это у нас с вами было. По сути дела, сегодняшнее наше обсуждение – это последствия того обсуждения, и мы тогда уже пришли к единому мнению по данному вопросу. По сути дела, законопроект предлагается внести изменения в статьи 337 и 342 части 2 Налогового кодекса и ввести четкие определения понятий добычи драгоценных металлов и понятий первичной переработки. И уточнить порядок признания фактических потерь при добыче драгоценных металлов, чтобы не было никаких двойных трактований. Принятие законопроекта позволит устранить существующую правовую неопределенность. Просьба данный законопроект поддержать. Спасибо. Раиса Васильевна Кармазина. Уважаемые коллеги, автор законодательной инициативы изложил цель законопроекта. И на комитете, рассматривая данный законопроект, мы его поддерживаем, но при условии, что во втором чтении нам нужно обратить внимание и поправить по следующим мотивам. Комитет поддерживает принятие законопроекта, однако отмечает следующее. Понятие добыча драгоценных металлов, предусмотренное в законопроекты, следует привести в соответствии с определением этого понятия, установленным федеральным законом о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Понятие первичная переработка следует уточнить во избежание неоднозначного толкования порядка обложения НДПИ. И дополнительному обсуждению подлежит предлагаемый порядок определения нормативов потерь в целях обложения НДПИ по нулевой ставке при добыче иных, кроме драгоценных металлов, полезных ископаемых. Учитывая направленность законопроекта на устранение правовых пробелов, комитет рекомендует Государственной Думе принять данный законопроект в первом чтении. Спасибо за внимание. Спасибо, Раиса Васильевна. Есть ли вопросы, коллеги? Нет, желающие выступить? Нет, выносим на час голосования. 25-й вопрос повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в часть 1 и главу 22, часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Ильдар Иракович Гельмуддинов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, хотел бы напомнить, что согласно Налогового кодекса у нас налогоплательщики-производители алкогольной продукции имеют два способа уплаты акциза. Это прямой платёж и второе через оформленную банковскую гарантию. Соответственно, в обоих случаях применяется нулевая ставка акциза налогоплательщикам. Это сделано для того, чтобы уже на этапе приобретения спирта производители алкогольной продукции платили налог. Но, к сожалению, при втором случае есть у недобросовестных налогоплательщик уйти от уплаты этого налога. В связи с этим, чтобы существенно уменьшить, снизить возможность ухода от уплаты этого налога, внесён данный законопроект. Буквально в двух словах, что предлагается. Предлагается, в том числе, сокращение срока, посещение которого у налогоплательщиков возникает обязательство по оплате авансового платежа акциза от уплаты, которые ранее были освобождены. Также, если налогоплательщик самостоятельно исполнит указанное обязательство, налоговый орган направляет налогоплательщику к требованию оплаты налога. Если, опять-таки, это будет не реализовано, то тогда налоговый орган направляет требования в банк-гарант, который гарантировал налогоплательщику эти условия. Также данным изменением предусматривает особый порядок исчисления акциза в отношении возвращенных поставщиком объёма спирта и готовой продукции. Также здесь очень много технических поправок, которые улучшают законодательство. И есть избыточные нормы, предъявляемые сегодня законом. Эти избыточные нормы тоже убираются. Уважаемые коллеги, прошу поддержать. Наверное, тогда тот случай. Вот выступал Андрей Михайлович Макаров, который говорил, давайте нам искать прорехи в нашем законодательстве, для того, чтобы мы эти прорехи закрыли, и с тем, чтобы наш бюджет своевременно пополнялся. Я могу ещё множество наших прорехов привести в пример, в том числе, вот, например, сейчас практика, ряда налогоплательщиков не платить налоги в связи с тем, что, понятно, что высокие кредиты, они просто не платят налогов, а пени штрафы за это очень у нас незначительные, и, соответственно, им выгодно собственные деньги, не платя налогов, использовать для своей деятельности. Но это неправильно, налоги должны все платить, в том числе большое количество у нас налогоплательщиков, вот, приблизительно более 20 миллионов нашего трудоспособного населения вообще никаких налогов не платят, ни ВМС, ни пенсионный фонд. Вы представляете, вот только республика Татарстан 540 тысяч трудоспособного возраста людей вообще не платят, а за них в бюджете предусмотрены миллиарды средств. Вот у нас где источники возможностей для того, чтобы привести, навести порядок. Уважаемые коллеги, прошу вас поддержать данный законопроект. Спасибо большое. Спасибо. Вера Анатольевна Гонзя. Микрофон. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, комитет очень внимательно рассмотрел законопроект и отмечает следующее, что цель этого законопроекта – совершенствование механизма взимания акцизов и авансовых платежей акцизов по алкогольной или подакцизной спиртосодержащей продукции и осуществления налоговыми органами контроля за их уплатой. Направлен он на предотвращение возможности недобросовестных производителей указанной этой продукции уклоняться от уплаты акциза. Ильдар Ильдар Ильякович уже очень подробно рассказал, как это может быть, какая возможность появляется у недобросовестных налогоплательщиков, повторять я не буду. Единственное, что могу сказать, что комитет отметил семь существенных изменений в дополнении бюджетный кодекс. И уточнения, какие конкретно, это уточнение особенностей налогообложения при продаже подакцизных товаров за пределами Российской Федерации, это порядок учета возврата, это полномочия налоговых органов. О сроках уже Ильдар Ильякович сказал, поэтому тоже повторяться не буду. Комитет в целом поддерживает концепцию законопроекта, но отмечает, что законопроект требует серьезной доработки в плане внесения как редакционных, так и юридических технических правок. Отмечаются и некоторые внутренние противоречия законопроекта. Например, приведение его в соответствии с действующими положениями части 1 главы 22 Налогового кодекса, статьи 31, 69, пункта 16, статьи 200 и так далее, некоторых других статей Налогового кодекса. Но все это поправимо, и доработать законопроект можно будет ко второму чтению, и когда в законе будут учтены все замечания всех тех структур и органов, которые имеют отношение к этому законопроекту, в том числе и правительство Российской Федерации, и счетная палата, и правовое управление, и комитет, и все, кто имеет отношение. Закон этот нужный, актуальный, особенно в наших непростых нынешних экономических условиях, поэтому комитет рекомендует принять его в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Нет. Желающий выступить? Нет. Выносим на час голосования. 26. Проект федерального закона о внесении изменений с статью 11 Федерального закона о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Докладывает Николай Владимирович Власенко. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект, внещенный группой депутатов членов Совета Федерации и направлено на устранение внутренних противоречий в тексте закона о защите населения и территории. Эрнест Абдулыч Валеев. Пожалуйста. Вот теперь можно. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект внесен членами Совета Федерации и группой депутатов и направлен на устранение внутренних противоречий в статье 11 закона о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При принятии федерального закона 119 ФЗ 2 мая 2015 года не было учтено изменение нумерации отсылочных торм, используемых в статье 11 этого федерального закона. И в связи с этим есть необходимость изменения нумерации пунктов в статье 11. Комитет по безопасности противодействия коррупции поддерживает законопроект и рекомендует принять его в первом чтении. Фракция партии «Единая Россия» также поддерживает законопроект. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Нет. Выступление? Нет. Выносим на час голосования. 27-й. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Алексей Валерьевич Казаков. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич, проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях разработан с целью введения административной ответственности для поисковых систем, которые не выполняют требования гражданина по удалению неактуальной, недостоверной или необъективной информации. Для этого вводится специальная статья 5.13.1, которая предусматривает в случае судебного решения, если поисковая система при досудебном обращении гражданина не удалила неактуальную, необъективную или недостоверную ссылки на неактуальную, необъективную, недостоверную информацию, штраф 100 тысяч рублей. А также вторая часть – это если в течение пяти дней поисковая система не исполняет решение суда, то штраф наложения до 3 миллионов рублей. Прошу коллег поддержать, рассмотреть. Данный законопроект – это логическое продолжение к закону о праве наших граждан на объективную и достоверную информацию о себе в интернете. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Фёдорович Вяткин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, комитет рассмотрел указанную законодательную инициативу. Мы концептуально поддерживаем данный законопроект. Действительно, при установлении обязанности необходимо установить ответственность за неисполнение этой обязанности. Вместе с тем, комитет в заключении отразил ряд замечаний, которые, на наш взгляд, не носят концептуального характера, могут быть обсуждены и учтены при рассмотрении данного законопроекта во втором чтении. В частности, необходимо уточнить диспозицию части первой проектированной статьи 5.13.1 Кодекса об административных правонарушениях, таким образом, чтобы ответственность для оператора наступала в том случае, если выдача ссылок не прекращена, а заявителю при этом не был направлен мотивированный отказ. Возможно, следовало бы обсудить вопрос об установлении ответственности за неисполнение требований гражданина, основанного на судебном решении. При дальнейшей работе необходимо дополнительно обсудить предлагаемым проектом федерального закона фиксированные и одинаковые размеры административных штрафов для граждан и юридических лиц, а также их размер. Согласно сложившейся практике, напомню, штрафы для юридических лиц, должностных лиц и граждан различаются. Кроме того, устанавливается верхний и нижний предел штрафных санкций. Ну и, соответственно, необходимо ко второму чтению указать срок вступления данного законопроекта в силу. Но, подчеркну, это можно учесть ко второму чтению. Мы рекомендуем принять данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы, коллеги? Есть вопросы? Прошу записаться. Включите режим. Уважаемый Алексей Валерьевич, будет ли данный закон распространяться на универсальные электронные карты, электронные паспорта? Через два месяца правительство предлагает совместить эти документы в один электронный паспорт или электронная карта, на которой будет записываться вся информация о жизни, судьбе человека в электронном виде. Проблема еще в том здесь состоит, что человек, сейчас судьба будет так оцифрована, практически не будет иметь доступа к информации о себе. Если данный законопроект распространяется на ООЭК, то как может человек контролировать эту информацию, даже если она неправильная? Спасибо. Алексей Валерьевич, Казаков. Уважаемый Владимир Николаевич, дело в том, что данный законопроект распространяется только на поисковые системы, которые ведут коммерческую деятельность на территории Российской Федерации. И данным законопроектом пока электронная карта, о которой вы говорите, не охватывается. Спасибо. Есть ли желающие выступить? Нет, выносим на час голосования. Следующий, 28-й вопрос. Проект федерального закона, внесение мнений в статью 161 Уголовно-профессионального кодекса Российской Федерации. Докладчика Александра Александровича Агеева в зале нет. Фиксируем отсутствие. 29-й вопрос. По ведению Елена Григорьевна, Рапек. Уважаемый Сергей Евгеньевич, имитет по культуре, просит 31-й вопрос перенести на 10 ноября в связи с отсутствием докладчика. Спасибо. Нет возражений, коллеги. Переносим. 29-й вопрос. Проект федерального закона, внесение изменений в статью 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации. Также докладчика Александра Александровича Агеева в зале нет. Отсутствие. Фиксируем отсутствие. 30-й вопрос. Проект федерального закона, внесение изменений в статью 32 Федерального закона об основных гарантиях избернательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Докладывает Алексей Николаевич Диденко. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Наше предложение фракционное. Неоднократно его председатель партии, руководитель фракции озвучивал. С этой трибуны в том числе и при рассмотрении вопросов, связанных с календарем. Суть законопроекта очень простая. В настоящее время в Российской Федерации существует два субъекта выдвижения. Это непосредственно население. В случае, если речь идет о самодвижении, то кандидату необходимо заручиться поддержкой избирателей, избирательного округа, одномандатного, многомандатного или единого округа. И второй субъект выдвижения – это избирательное объединение. То есть политические партии, их региональное отделение, которые законом наделены правом выдвигать списки кандидатов, кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, Государственную Думу, Государственной власти, субъекта Российской Федерации. И на наш взгляд этот перечень не полон. Сегодня мы предлагаем вернуться к вопросу о том, чтобы наделить правом выдвигать кандидатов и списки кандидатов трудовыми коллективами, то есть собраниями граждан по месту работы. Напомню, что подобная практика активно применялась в советское время. Председатель партии не так давно с этой трибуны рассказывал, по-моему, в рамках вопроса о избрании меры пресечения в виде дачи согласия Государственной Думы на избрание меры пресечения в отношении депутата Ильи Поломарева в виде содержания под стражей. И он рассказывал о своем первом опыте участия в выборах, это апрель 1987 года, когда он был выдвинут трудовым коллективом, выдвинут кандидатом депутата районного совета Зержинского района города Москвы. И тогда он заручился поддержкой более 120 своих коллег по работе. К чему я это говорю? То, что очень часто избирательные сроки, избирательные процедуры существенно ограничены во времени. Процесс выдвижения у нас длится максимум один месяц, это сбор подписей или сбор подписей муниципальных депутатов, если речь идет о выдвижении кандидата на должность высшего должностного лица губернатора субъекта. И, конечно, с избирателем не так легко детально ознакомиться с биографией кандидата, изучить какие-то материалы, навести справки, погрузиться в информацию об этом кандидате. И, конечно, коллеги по работе, которые работают бок о бок не один год со своим товарищем, со своим сослуживцем, они, конечно, намного лучше знают его деловые качества, его биографические данные. И, конечно, они могут сделать вывод о том, достоин человек чести быть выдвинутым в органы местного самоуправления или недостоин. Сегодня этот опыт применяется в Республике Беларусь на уровне выборов органов местного самоуправления. И хочется сказать, что мы очень мало с вами внимания уделяем характеристике человека по месту работы. Вот у нас очень часто происходят очень серьезные такие трагедии. Я не говорю про нас, Российскую Федерацию, хотя происходит недавний случай, этот расстрел чиновников в Красногорске. Здесь они не работали в рамках одного коллектива, но за годы совместной деятельности заместителя главы и одного из крупнейших предпринимателей района можно было сделать вывод об адекватности этого человека, его ценностях, его представлениях о жизни. И национальный вопрос здесь далеко не последнюю роль играет. То есть эти представители этого государства, где право на возмездие, месть, защита чести, вплоть до физического восстановления справедливости, физических методов, они имеют место. И, конечно, совокупность этих факторов, она должна личность характеризовать. Недавняя трагедия авиалайнера с участием немецкого пилота. То же самое, неоднократно характеризовался по месту работы крайне негативно. То есть личность его была хорошо известна, проходил он соответствующие консультации у психолога. И здесь, конечно, разные предложения звучали, в том числе совершенно радикальные, чтобы кандидаты в депутаты и справки о здоровье собирали, и посещали там психиатров. Ну, и совершенно абсурдные, но характеристика человека по месту работы его коллегами должна стать серьезным фактором, который определяет возможность его выдвижения в будущем на какие-то серьезные посты, и тем более в органы власти, в органы местного самоуправления. В этой связи предлагается законопроектом наделить правом трудовые коллективы, не самые маленькие, то есть штатной численности от 500 человек, правом на удвижение кандидатов, списков кандидатов в органы местного самоуправления. Ну и, соответственно, все остальные ограничения и условия, которые предусмотрены избирательным законодательством, законам в основных гарантиях избирательных прав, права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, что касается и возраста, и общего специального для наделения пассивным избирательным правом. В исключительных случаях дополнительные критерии, необходимость проживания на территории, получение иной поддержки, в том числе и сбора подписей муниципальных депутатов, избирателей. Все эти условия, они сохраняются, но вводим дополнительный субъект выдвижения. Трудовой коллектив. Я знаком с заключением комитета. Не секрет и не сюрприз далеко. Мы не удивляемся решением нашего любимого многоважаемого комитета. Оно носит отрицательный характер. На наш взгляд, абсолютно несправедливо, поскольку эти замечания носят устранимый характер. Эти недочеты, которые были указаны, они вполне восполнимы при рассмотрении, в ходе обсуждения законопроекта во втором чтении. Поэтому я предлагаю коллегу из комитета одуматься. Может быть, мнение выступления изменить, заключение уже не переделать. Но, тем не менее, учесть аргументы докладчика, высказать свою позицию, одобрить концепцию законопроекта и поработать очень плотно ко второму чтению и все справедливые отчасти замечания устранить. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Ферчаткин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, надо, конечно же, без всякого сомнения отдать должное нашим коллегам из фракции ЛДПР, да и из всех остальных фракций, которые очень активно участвуют в законотворческой работе и предлагают огромное количество законодательных инициатив. Если же обратиться к сути данного законопроекта, то без всякого сомнения такая форма выдвижения, как выдвижение трудовыми коллективами, существовала до определенного периода. И если уж мы немножко обратились к истории, то у меня тоже есть опыт выдвижения от трудовых коллективов в качестве кандидата на выборах. Но, тем не менее, за время, прошедшее с тех прекрасных времен, потому что все мы были гораздо моложе в то время, поэтому оно, конечно же, прекрасное, произошли серьезные изменения как в избирательном законодательстве, так и в целом в политической системе Российской Федерации. И основным коллективным субъектом политического процесса в настоящий момент являются избирательные объединения, к которым относятся политические партии. Общественные объединения при соблюдении определенных условий, а именно их регистрации на территории Российской Федерации, соответствующего указания в уставе на возможность выдвижения кандидатов на выборы, могут действительно выдвигать кандидатов на муниципальных выборах. Теми признаками, которыми обладают политические партии и общественные организации, которые имеют право выдвижения кандидатов, к сожалению, не обладают трудовые коллективы как таковые, потому что трудовой коллектив нельзя приравнять к юридическому лицу. У трудового коллектива нет как таковой юридической регистрации в качестве субъекта. И есть еще очень серьезные, на мой взгляд, категорические замечания, что трудовой коллектив не может, соответственно, выполнять те требования как субъект выдвижения, который обязан и может выполнить иной субъект выдвижения, такое, как политическая партия. Это касается и финансирования, это касается организации деятельности, отчетности и многого-многого другого. Поэтому по принципиальным соображениям мы не можем согласиться с инициативой наших многоуважаемых коллег, тем более, что действующее избирательное законодательство предусматривает самые различные формы выдвижения кандидатов, списков кандидатов на выборах всех уровней от федерального до муниципального, включая самовыдвижение, как со сбором подписей, так и без сбора подписей на муниципальных выборах. Напомню, кандидаты выдвигаются, не собирая подписи. И настоящий момент внесения таких предложений, которые содержатся в рассматриваемом нами законопроекте, конечно же излишне, тем более, если мы обратимся к тексту, то он, к сожалению, детально не проработан и не предусматривает ни порядка проведения собрания, ни выявления, волеизъявления членов трудового коллектива. Понятие трудовой коллектив, к сожалению, как субъекта выдвижения, в настоящий момент в законодательстве детально не прописано. Поэтому мы рекомендуем данную законодательную инициативу отклонить. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Прошу записаться. Включите режим. Покажите список. Давайте вопрос зададим несколько позже, а сейчас перейдём к голосованию. Объявляю час голосования. Второй вопрос. Проект постановления Государственной Думы о календаре рассмотрения вопросов Государственной Думы с 10 по 20 ноября этого года. Включите режим. Покажите результат. Постановление принимается. Третий проект постановления Государственной Думы об обращении Государственной Думы к Генеральной Ассамблее и Организации Объединённых Наций, парламентам и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба. Включите режим голосования. Покажите результат. Постановление принимается. Четвёртый проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Третье чтение по мотивам выступает Сергей Владимирович Иванов. Микрофон включите. Пожалуйста, Вилан Иванович. Работа? Раз, раз. Замечательно. Уважаемые коллеги, ну что я хочу сказать. Сегодня у нас с вами замечательный день. Мы не только принимали параметры бюджета, но и приняли законопроект, который два года назад вносила фракция ЛДПР. И вы его отклонили. Но мы не говорим, что это плагиат. Ибо взяв идею, вы забыли взять содержание. Вы впервые лишаете депутатов полномочия не за то, что он не ходит на пленарные заседания, не за то, что он не работает с избирателями, а за то, что он, вздумайтесь, забыл предоставить сведения о доходах и имуществе, или забыл указать, что его несовершеннолетний ребенок получил доходы 200 рублей, протирая стекла где-нибудь на перекрестке. Но, вот когда ЛДПР вносила этот законопроект, мы-то предлагали лишать полномочий депутатов Госдумы и Совета Федерации за то, что они обманывали, указывали недостоверные декларации. Вы этого не делаете. И причем называть это победой демократии и победой над коррупцией. Ну вот вдумайтесь, да. Вот один из авторов законопроекта взял, задекларировал доход 284 миллиона рублей годовых. Это всего-навсего 780 тысяч в день. Не наказуемо. Задекларировал 10 земельных участков. Ну любит человек на земле работать. Четыре дома, один в Швейцарии. Растет благосостояние народа. И три квартиры. Ну и что мы с этим будем делать? Да ничего. Другой автор законопроекта. Вот не поверили ему коллеги и журналисты, что можно продать дом на Камчатке и купить квартиру в центре Москвы. Зря они поверили. Потому что ведь там с видом на океан, а в центре Москвы за миллиард долларов не купишь квартиру в центре, да, с видом на океан. И ведь никто не подумает, что при таких доходах можно купить не только должность в Совете Федерации, но еще и членство в Совете Федерации. Мы об этом с вами не думаем. Что мы вообще будем делать с этой информацией? Как сказал товарищ Сталин, завидовать мы будем этим товарищам. У них все замечательно сложилось. Поэтому победы над коррупцией здесь никакой нет. Знаете, народ даже анекдот придумал. Решили депутаты побороться с коррупцией. Законопроект придумали. И что? А ничего. Коррупция на эту борьбу не явилась. Понимаете? Но, поскольку я выступаю по мотивам, я все-таки хочу мотивировать фракцию ЛДПР поддержать данный законопроект, ибо, как сказал один из руководителей Единой России, это все коснется в основном депутатов нижнего уровня, именно единороссов. Но тут мы вам всегда, конечно, подставим плечо с большим удовольствием. Второе. Меньше будет, гораздо будет меньше депутатов, которые все поливают деньгами в надежде получить статус депутата областного или краевого ЗАГС собрания. Это тоже большой плюс. Ну и, наконец, может быть, наш народ поймет, что все-таки лучше иметь власть, как у нас в Конституции записано, непосредственно, чем посредством таких депутатов. А для тех, коллеги, кто не понял, для чего данный закон принимается, я расскажу небольшой анекдот. Как-то поймало государство золотую рыбку и говорит, ну рыбка ему, отпусти меня, я тебе там желание твое выполню. А государство у него расспрашивает, а что у тебя просят? Ну, говорит, недавно поймал меня депутат, попросил дачу, машину, счет в банке, а ты что попросишь? Адресок дай, сказала государство. Ставлю на голосование законопроект. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. Пятый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статьи 4.5 и 23.1 Кодекса России об административных правонарушениях. Включите режим голосования. Третье чтение. Покажите. Покажите результат. Закон принят. Шестой. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с федеральным законом о федеральном бюджете на 2016 год. Ставлю на голосование. Второе чтение. Включите режим. Включите режим. Покажите результат. Принят во втором чтении. Будут ли выступления по мотивам перед третьим? Вера Анатольевна Гонзя. Поведение хотите? Ну, после выступления, Вера Анатольевна. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, цель принимаемого законопроекта, такая тайная, если будем говорить, это сэкономить или пополнить тощий бюджет бюджетных федеральных, региональных, муниципальных организаций за счет этих же самих организаций. А для этого всего и надо то, что направить запланированные учреждения и субсидии 31 декабря, изъять их 31 декабря обратно в бюджет, и все будет у всех хорошо. Объяснить это можно невыполнением государственного задания, а зачастую в наших условиях выполнить его бывает невозможно. Плюс еще наш любимый 44-й ФСЗ. Чем грешит наша финансовая система, так это отсутствие вменяемых индикаторов и целевых показателей. Вот это же можно все отнести и к госзаданию. А более того, мы сегодня рассматривали изменения в бюджет 2015 года, так вот субсидии в рамках межбюджетных трансфертов там составляют на 1 сентября. 56 процентов. Но уже можно тут догадаться, что может произойти дальше. Безусловно, в поправках предусмотрено, что решение о возврате в соответствующий бюджет остатка субсидий на выполнение госзадания может приниматься федеральными законами, законами субъектов или местных органов представительной власти. Безусловно, эти поправки смягчили тот удар, который правительство хотело нанести бюджетным учреждениям. Но ведь сама-то норма осталась, и бюджетным учреждениям разницы совсем нет. По какому закону будут изъяты у них эти остатки средств на счете. Вот еще один момент, который хотелось бы мне отметить. Это приостанавливается норма налогового кодекса о том, что все изменения в законы и нормативные акты федерального, регионального, муниципального уровня должны быть приняты за месяц до внесения бюджета. Но как можно планировать бюджет, если мы можем произвольно изменять налогооблагаемую базу, когда еще бюджет, так скажем, в стадии разработки находится? Это называется жить одним днем. И вот практически в каждом документе нашего комитета и счетной палаты, Минфину, Минэкономразвитию указываются на низкие результаты работы над прогнозными показателями. В результате чего приходится очень часто в спешном порядке перекраивать бюджет. Вносимая норма, думаем, будет только усугублять ситуацию. По вот этим причинам фракция КПРФ не может поддержать данный законопроект. Спасибо. Спасибо. Александр Георгиевич Тарновский. Фракция «Справедливая Россия» в первом чтении голосовала за данный законопроект авансом. Авансом, потому что качественно он был не готов для первого чтения, но мы понимали, что он может быть сделан на более высоком уровне. И видя поправки второго и итоговый текст третьем чтении, мы убедились, что этот законопроект доведен до нужной кондиции. Мы голосуем за, потому что мы не являемся нигилистами. Это означает, что мы никогда не будем выступать против только потому, что этот законопроект носит правительство. Мы смотрим по сути, мы с удовольствием готовы в любой момент поддержать правительство, если оно будет делать правильные шаги. Правильные для страны, для людей, для экономики. И мы стимулируем правительство на эту деятельность. В этой связи мы полностью согласны с правительством, что надо вычищать наши авгиевые конюшни и экономить любую копейку. В том числе и остатки средств, которые имеются у бюджетополучателей, направляя их в бюджет следующего 2016 года. Другое дело, что начали не с того конца. Мы знаем, что в остатках госкомпаний, госкорпораций не менее 600 миллиардов рублей, которые пока проходят мимо бюджета. Но думаю, что придет время, когда и они станут частью бюджета и до этих денег дойдут руки. И, пожалуй, третье, тоже последнее, но не менее важное. Настоящим законопроектом решается вопрос, что доходы от размещения средств резервного фонда будут направлены в федеральный бюджет 2016 года. Не много, не мало. Это 85 миллиардов рублей, если хотите, дополнительных денег, которые найдут свое место в бюджете федеральном на 2016 год. В этой связи хороший почин, сделанный правительством. Надеемся, что это не один шаг вперед, когда будет три шага назад. Постараемся не дать правительству шагать назад, а двигаться только вперед. Поэтому фракция «Справедливая Россия» любую разумную инициативу, в том числе от правительства, будет поддерживать. И за этот законопроект мы проголосуем. Спасибо. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. Седьмой проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов. Включите режим. Первое чтение. Покажите результат. Принят в первом чтении. Восьмой проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о противодействии к сирменской деятельности. Включите режим голосования. Покажите результат. Принят в первом чтении. Девятый проект федерального закона о внесении изменений статью 23.29 Кодекса России об административных правонарушениях. Включите режим. Принят в первом чтении. Десятый проект федерального закона о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государства, участников союзного государства. Включите режим. Принят в первом чтении. Покажите результат. Закон принят. Одиннадцатый проект федерального закона о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о порядке обмена сведениями о гражданах Российской Федерации и Республики Беларусь, в отношении которых действуют ограничения на въезд. Принят в первом чтении. Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании и порядке исполнения решений об отказе во въезде на территорию государства, участников соглашения. Включите режим. Принят в первом чтении. Соглашение между правительством Российской Федерации и Азербайджанской Республикой о прощении и взаимной защите инвестиций. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят. 14-й проект федерального закона о рефикации протокола внесения изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 15-й проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля. Включите режим. Второе чтение. Покажите результат. Принят во втором чтении. Будут ли выступления по мотивам? Нет. Ставлено голосование в третьем чтении. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 16-й проект федерального закона о юрисдикционных иммунитетах иностранного государства, имущества иностранного государства Российской Федерации. Включите режим. Второе чтение. Покажите результат. Принят во втором чтении. Уступление по мотивам. Александр Георгиевич Тарнавский. Как можно, пожалуйста, 1086-109-109? Наверное, да. А какая-то... Надо взять распечатку. Смотришь, ты очень шутка. Нажимаешь, что... Так, да. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, на самом деле законопроект крайне важный. Он не проходной, а можно сказать судьбоносный. Долгие годы мы жили под эгидой абсолютного иммунитета, когда к России, нашей стране не предъявлялись претензии в судах. В свое время, не так давно мы теми людьми, кто были при власти, подписали ряд документов международных, в том числе одну международную конвенцию, отказавшись от концепции абсолютного иммунитета. Получили ограниченный иммунитет и теперь имеем сложные, серьезные, непростые споры. И имеем ситуацию, которая обострилась последние два года, когда с западом наши дороги так достаточно серьезно разошлись. Поэтому мы вынуждены принимать ряд мер, в том числе и сегодняшний законопроект. Он внесен правительством в начале августа. Здорово, что мы быстро и оперативно этот документ отработали. Это еще один, если хотите сказать, кирпич в нашу стену, защищающую Россию от тех нападок, которые на судебно-правовом поле в отношении России развязаны. Буквально на днях выстроилась позиция, благодаря нашему участию в отношении того, чтобы не платить 2 миллиарда долларов, или сумму порядка 2 миллиардов долларов по решению Европейского суда по правам человека, поданным по иску со стороны акционеров ЮКОСа. Сейчас, буквально неделю назад, в США подана позиция России в отношении спора или решения ГАГского трибунала, арбитража по поводу 50 миллиардов долларов в отношении России. Ну и еще предпринимается ряд действий, которые те, кто за этим следит, понимают, что Россия выстраивает свои правовые позиции, раз она пошла по этому пути. И у нее есть с чем идти и общаться с международным сообществом. Повторюсь, здорово, что мы этот законопроект приняли достаточно быстро. Для нас правовая позиция – это хороший дополнительный аргумент в разговоре с нашими квази-друзьями на Западе. И я думаю, что и превентивное его значение, и правоприменительное будет играть существенную роль в дальнейших наших взаимоотношениях с нашими западными так называемыми друзьями. Я надеюсь, что не только фракция «Справедливая Россия», но и весь зал однозначно проголосует за этот законопроект. Спасибо. Спасибо. Ставлю на голосование в третьем чтении. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 17-й. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов. Включите режим. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. Выступление по мотивам. Нет. Галина Петровна Хованская, пожалуйста. Микрофон. Спасибо. Уважаемые коллеги, вот этот законопроект, он готовился долго и мучительно. И вот то, что сейчас вам представлено для голосования, это результат очень серьёзного компромисса. В итоге этого компромисса нам всё-таки удалось вывести из-под удара граждан, жителей многоквартирных домов, которые не будут платить в пределах 90 дней повышенные размеры пения в случае просрочки уплаты за жилищно-коммунальные услуги. Но я сейчас хочу сказать о двух моментах, которые мне представляется нужно всё-таки решить в будущем. Вот смотрите, поступив достаточно гуманно с гражданами, с объединениями ТСЖ и ЖСК, мы, управляющую организацию, поставили не очень равное положение с этими структурами. И если бы мы вовремя приняли нормы о возможности заключения прямого договора с энергоснабжающими организациями, они бы не попали в такую сложную ситуацию. К сожалению, к великому, всё-таки это провоцирует банкротство управляющих организаций. Значит, вот этот момент надо учесть в дальнейшем. Второе, о чём я хочу сказать. Вот смотрите, мы начали жалеть всех и заодно пожалели собственников и владельцев нежилых помещений. То есть банки, офисы, супермаркеты и так далее, они у нас будут пользоваться такими же послаблениями, как жители многоквартирных домов. Вот я считаю, что это исключительно неправильно, это мы не доработали. И в этой части нужно как раз Минфину обратить внимание на эту ситуацию и её исправить. Спасибо за внимание. Спасибо. Николай Васильевич Кломитцев. Спасибо, уважаемая Галина Петровна. Надо бы было сказать, на какой уровень возросла задолженность физических лиц и юридических перед энергоснабжающими организациями. Те, кто не знает, на 33% за последнее время возросла задолженность физических лиц. Отложите вы им на 90 дней, у них что, через 90 дней деньги появятся? Здесь проблема в другом. У нас монополизм энергоснабжающих организаций приводит к убиению вообще отложенного спроса у нас их жителей и возбуждает ненависть к государству почему-то, а не к энергоснабжающим организациям. Поэтому, с нашей точки зрения, этот закон не решит поставленные задачи, потому что надо о фундаменте разбираться. Надо прекратить монополизм людей, которые зарабатывают на горе других. Спасибо. Мы не будем голосовать. Спасибо. Ставлю на голосование в третьем чтении. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 18-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 34 федерального закона о физической культуре и спорте в Российской Федерации. Включите режим. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. Уважаемые коллеги, вот прежде чем спрашивать, будут ли выступления по мотивам, я хотел бы обратить ваше внимание на нашу сегодняшнюю программу. Мы должны в обязательном порядке завершить обсуждение начатого уже законопроекта. И у нас еще 13 по сокращенной процедуре, на что нам потребуется примерно как минимум минут 20. Вот теперь я спрашиваю, будут ли выступления по мотивам. Нет. Ставлю на голосование в третьем чтении. Включите режим. Правильно, Радисович. Правильно, правильно. Какие мотивы могут быть? Нет, очень демократично. Покажите результат. Закон принят. 19-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 13 федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Включите режим. Второе чтение. Покажите результат. Принят во втором чтении. Выступлений по мотивам нет. Ставлю на голосование в третьем. Включите режим. Да. 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 Покажите результат. Закон принят. 20-й проект федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты России в части права иностранных граждан или из безгражданства, страдающих заболеванием ВИЧ-инфекции, на пребывание и проживание в Российской Федерации. Включите режим. Первое чтение. Да. Покажите результат. Принят в первом чтении. 21-й проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о связи и закон Российской Федерации о средствах массовой информации по вопросам использования ресурсов сетей, связи для целей оповещения и информирования населения. Включите режим. Первое чтение. Покажите результат. Принят в первом чтении. 22-й проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс России. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. 23-й проект федерального закона о внесении изменений в часть 2-ю Налогового кодекса России. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. 24-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 337 и 342 Налогового кодекса России. Включите режим. Принят в первом чтении. Принят в первом чтении. 25-й проект федерального закона о внесении изменений в часть 1-ю главу 22 части 2-й Налогового кодекса России. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении 26-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 11 федерального закона о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тихогенного характера. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. 27-й проект федерального закона о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. 51-й вопрос повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об основах охраны и здоровья граждан в Российской Федерации из статьи 47 и 82 федерального закона об образовании в Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Принят в первом чтении. Продолжаем обсуждение 30-го вопроса повестки. Иван Игнатьевич Никитичук задает вопрос по докладу. Спасибо, Сергей Игнатьевич. У меня Дмитрию Федоровичу вопрос. Дмитрий Федорович, вот честно вам скажу, когда вы выходите на трибуну обосновывать чего-то, я сочувствую вам. Потому что вы пытаетесь обосновать необоснуемое. Ну вот выдвижение трудового коллектива. Но ведь есть громадный советский опыт. Кто лучше трудового коллектива знает человека, на что он способен, что от него можно ожидать и что он может сделать? Никто, кроме семьи, может быть. Ну а вы вот начинаете говорить, да нет у него юридического адреса, да там еще. Ну посмотрите на бланк любого коллектива трудового, там все указано. Я хочу вас спросить, скажите честно, вот признайтесь, хотя и мы сами догадываемся. Вот что вас заставляет на белое говорить черное? В чем... Дмитрий Федорович, уважаемый Иван Игнатьевич, я из уважения к вашим годам. И действительно у нас очень хорошие с вами отношения. Мы представляем в Государственной Думе один регион, Челябинская область. Конечно же, не буду вступать в очень резкую с вами полемику, но я вам отвечу. Заключение комитета и мое личное мнение, моя личная позиция по законопроектам, которые я представляю, в том числе нынешний законопроект, основаны только на правовом юридическом анализе предложений. И только с этой точки зрения мы оцениваем тот или иной законопроект, и больше ни с какой. Поэтому, если уж, поверьте, моему юридическому опыту черное-черное, то это так оно и есть. А если белое-белое, так оно... И я вам честно всегда об этом говорю. Все остальное от лукавого. Спасибо. Александр Николаевич Ширин. Дмитрий Федорович, я вопрос из уважения к Уралу задам вам таким образом, что вы, возможно, даже одним словом ответили. Насколько я понимаю, позиция вашего комитета заключается в том, что права на выдвижение кандидата в органы местного соуправления у политической партии, которая даже не смогла найти там своих сторонников, чтобы зарегистрировать региональное отделение, больше, чем у трудового коллектива численностью 500 человек на выдвижение кандидата в МСУ. Дмитрий Федорович Вяткин. Уважаемый Александр Николаевич, если вы внимательно слушали мой доклад, то там всё чётко объяснено. У нас участниками, основным политическим процессом, коллективным участниками являются избирательные объединения. Это политические партии. У нас выдвигать могут и общественные организации на местном уровне. И те, и другие должны соответствовать определённым требованиям в законе. В конце концов, они должны быть зарегистрированы. Мы представим себе тогда ситуацию, что иностранная компания с иностранным собственником, с иностранным капиталом начинает выдвигать кандидатов через трудовой коллектив, над которым она имеет абсолютную власть. Там даже во многих компаниях профсоюзные комитеты не созданы. И вот тогда мы будем уже говорить несколько об ином, об иностранном участии в нашем политическом процессе. Хорошо это? Я думаю, что нет. Поэтому мы должны всегда чётко давать себе, чётко всегда себе говорить, что в нашем политическом процессе должны участвовать только национальные партии, которые у нас зарегистрированы, которые финансируются только из национальных источников, только национальные общественные организации, которые финансируются из национальных источников и управляются нашими гражданами. И никто другой в этот процесс вмешиваться не может, используя различные пробелы в законодательстве. То, что предлагается, явно пробел в законодательстве. И вот мы его явно выявили, и мы говорим об этом открыто нашим коллегам. Плетнева Тамара Васильевна. Имеет право быть не иностранные, безусловно, акционеры. И они имеют право участвовать. Но закон не был принят. Как Вы считаете? Сегодня, понятно, он не будет принят. Если Вы будете поддерживать идею закона о трудовых коллективах, где вначале прописать эти все права, и мы бы были с Вами с авторами с удовольствием. Выключите микрофон. Спасибо за вопрос, Тамара Васильевна. Вне всякого сомнения, нам необходимо с Вами договориться о понятийном аппарате, поскольку ни для кого не секрет, что эта публичная субъектность как трудовой коллектив существует. Она выкристаллизовывается. Есть определенные признаки, какое-то проявление автономизации. Все-таки это люди, объединенные одним работодателем, совместно работающие, совместно, может, проводящие какие-то общие мероприятия, связанные с защитой своих трудовых прав. И если мы наделим еще в дополнение к этому эту уже существующую де-факто субъектность политическими правами, ничего плохого нет в том, что крупный работодатель, крупное предприятие на территории поселения или городского округа будет активным участником избирательного процесса. Это и сегодня происходит и зачастую порождает конфликты между местной администрацией и политическими партиями. Точнее сказать, что площадками выяснения отношений между администрацией местной и этими крупными предприятиями становятся политические партии, поскольку правильно было сказано, что сейчас возможности выдвижения в некоторых случаях у кандидатов ограничены. Они ищут политическую структуру, через которую эти трудовые коллективы, эти предприятия могут заходить по понятным причинам, по понятным оправданным мотивам представительные органы власти для защиты интереса своего предприятия. Что в этом плохого? В этом и есть смысл политической системы. Мы с вами сегодня, если будем следовать логике комитета, должны свои трудовые коллективы в этих политических правах поражать. Поэтому я поддерживаю вас, что действительно нам стоит в категориях определиться, чтобы в дальнейшем можно было этими понятиями уже на юридическом языке оперировать. И еще раз призываю и представителей фракции Коммунистической партии Российской Федерации, Справедливой России, Единой России поддержать этот настоящему правильный и нужный законопроект. Рябов Николай Федорович. Спасибо, Александр Дмитриевич. Снимаю с повестки вопрос. Давайте переходим без освобождений к коротким вопросам. Спасибо. Будут ли желающие выступить? Представьте... Да, включите режим записи. Скажите список. Ширин, пожалуйста, включите. Коллеги, я коротко с места. В мире неспокойная обстановка, потому что Америка действует по двойным стандартам, и мы ее за это осуждаем. Хотелось бы, чтобы мы внутри нашего государства тоже действовали не по двойным стандартам. Буквально неделю назад в этом зале вы были свидетелями того, как я защищаю свою законодательную инициативу, в которой фракция ЛДПР предлагала ограничить политические партии, которые не имеют регионального отделения в субъекте Российской Федерации, выдвигать в органы местного самоправления своих кандидатов. При этом нам здесь рассказывали, что за демократию, за свободу работы политических партий, и, естественно, эта инициатива была отклонена. Сегодня от нашей политической партии ЛДПР выдвигается инициатива, что трудовой коллектив в субъекте Российской Федерации численностью 500 человек имеет право в органы местного самоправления выдвигать своих кандидатов. И смотрите, какая противоположная позиция. Здесь уже никто не говорит о демократии, здесь уже находят аргументы, согласно которых этого не может быть. Никто не задумался на ту тему, что такое огромное количество участвующих фейковых политических партий, которые не имеют финансирования из федерального бюджета, не могут ли они попасть под влияние иностранных финансовых компаний, которые могли бы через них провести своих кандидатов во власть. И такой же аргумент очень часто приводит, когда объясняет муниципальный фильтр предвижения кандидатов на выборы губернаторов, субъектов Российской Федерации. И, к сожалению, коллеги, мы очень часто видим, что политические партии выдвигают и даже проводят высшие органы законодательной власти, представителей трудового народа, слесарей, сварщиков, учителей, врачей. При этом говорят, что это являются представителями конкретных предприятий, трудовых коллективов. Вот, пожалуйста, вам пример. Партия ЛДПР предлагает всё это сделать законно, справедливо и прозрачно. Дать возможность трудовым коллективам выдвигать своего представителя. Затем он собирает подписи, если он их соберёт и зарегистрируется, у трудового коллектива появится нормальный лоббист, который будет отстаивать интересы в налоговой отрасли и продвижение этого отраслевого предприятия. Но в этом случае руководителя этого предприятия не получится затащить в нужную политическую партию, где он бы подвергался партийной дисциплине. Поэтому, если мы действительно выступаем за то, чтобы трудовые коллективы имели право голоса в органах местного соуправления, я предлагаю коллеге поддержать инициативу партии ЛДПР и дать возможность трудовым коллективам выдвигать кандидатов численностью 500 человек, трудовой коллектив. И если мы даём возможность политическим партиям, которые даже не имеют регионального деления в этом субъекте Российской Федерации, выдвигать своих кандидатов в МСУ, то было бы справедливо, чтобы мы давали такую же возможность трудовым коллективам, у которых есть число работников 500 человек. Спасибо. Спасибо. Представитель президента, правительство, комитет, автор. Ставьте на голосование проекта федерального закона. Включите режим голосования. Не принимается проект федерального закона. Коллеги, мы договаривались рассмотреть по сокращённой программе, потом если время останется, тогда продолжим. 55-й пункт повестки дня. Проект федерального закона о внесении изменений в статье 3.5.14.37 КААП. Ишмухаметов Рустам Рифатович, пожалуйста, с места. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, проектом федерального закона предлагается внести изменения в статью 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих усиление ответственности за нарушения требований к установке и эксплуатации рекламной конструкции. Комитет внимательно рассмотрел и изучив правоприменительную практику. Мы видим, что сфера обозначенных проектом правоотношений в достаточной мере регулируется действующим законодательством. В связи с этим комитет не поддерживает концепцию представленного законопроекта и рекомендует Государственной Думе его отклонить. Спасибо. Ставьте на голосование проекта федерального закона. Включите режим. Включите ускоренный режим голосования. Скажите результат. Не принимается. Поведение Валерий Федеральный Ставбович. Уважаемый Александр Дмитриевич, прошу снять с рассмотрения пункт 43 порядка работы с отзывом законопроекта авторами. Заявление соответствующее поступило. Коллеги, нет возражений? Нет. 43 снимается. 62 пункт повестки дня. Проект федерального закона о внесении изменений в статьи 2 и 4 федерального закона о господдержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон о развитии сельского хозяйства. Светлана Викторовна Максимова, пожалуйста, с места. Уважаемые коллеги, в законопроект, внесенный Думой Ставропольского края, предлагается внести изменения в закон о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования в части снижения критериев гибели урожая, сельскохозяйственного культуры, посадок многолетних насаждений. В январе 2015 года вступил в закон, в силу закон номер 424 ФСЗ о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования, который уже вводит поэтапное снижение поровой гибели урожая с нынешних 30% до 20% в течение нескольких лет, а также закон уточняет и дополняет перечень опасных природных явлений. В связи с этим принятие закона номер 271.263-6 утратило свою актуальность. Комитет предлагает отклонить законопроект в первом чтении. Спасибо. Ставитесь на голосование проекта федерального закона. Включите режим голоса. Скажите результат. Отклоняется. 67-й пункт повестки дня. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о несостоятельности банкротства. Федеральный закон об участии в древом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Сергей Викторович Чиндяцкий. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, В настоящее время, согласно закону о банкротстве, установлен особый порядок удовлетворения требований граждан, участников долевого строительства, при банкротстве застройщика. Если жилой дом удается достроить, то участник долевого строительства праве удовлетворить свои требования в натуральной форме, то есть получить квартиру. Законопроектом предусматривается распространить этот же порядок на нежилые помещения в жилом доме. Также в законопроекте предлагается дать определение понятию нежилое помещение и обязать застройщика страховать гражданскую ответственность за выполнение требований по передаче участникам строительства нежилых помещений. Если дать право участникам долевого строительства, которые приобретают нежилые помещения и удовлетворяют свои требования в натуральной форме, то в результате уменьшения конкурсной массы будут ущемлены не только права граждан, имеющих право на получение квартиры, но и работников застройщика по выплате за вратные платы выходных пособий, бюджетов всех уровней по налоговым платежам государственных небюджетных фондов по уплате страховых взносов, а также коммерческих кредиторов застройщика. Не поддерживается и внесение определения понятия нежилое помещение, поскольку оно является предметом правового регулирования жилищного подекса. Кроме того, в предлагаемом законопроектном определении отсутствуют критерии отнесения помещения к числу нежилых. Продолжение ввести обязательное страхование гражданской ответственности застройщика в отношении нежилых помещений не поддерживается, так как дополнительные выплаты застройщик по обязательному страхованию гражданской ответственности в отношении нежилых помещений приведут к увеличению сдержек застройщика и повышению цены на квартиры. Комитет просит отклонить законопроект. А это на голосование проекта федерального закона. Включите режим. Продолжение следует... 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 федерального закона ветеранов путем отнесения граждан к ветеранам на основании учета тяжести, причиненной военными действиями перед Великой Отечественной войны, физического и морального ущерба, отнести бывших несовершеннолетних узников фашизма к ветеранам Великой Отечественной войны. В настоящее время бывшие несовершеннолетние узники фашизма, не имея статуса ветерана Великой Отечественной войны, приравнены к ним по предоставляемым мерам социальной поддержки, включая размер ежемесячно денежной выплаты за исключением права на вторую пенсию. И, И, соответственно, комитет просит данный законопроект отклонить. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. 78-й проект федерального закона внесения в мнение федерального закона о ветеранах. Валерий Владимирович Трапезников. Это аналогичный законопроект. Нам тоже приравнять несовершеннолетних озников фашизма и выплачивать им дополнительную пенсию. О чем я и говорил выше, что в настоящее время они получают дополнительные выплаты. И в настоящее время уже проблема решена. И, учитывая изложенного, комитет решил отклонить данный законопроект при первом чтении. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. 79-й проект федерального закона внесения изменений в федеральный закон о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. Валерий Владимирович Трапезников. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, законопроектом предлагается ввести новый вид государственной пенсии, пенсии ветерана Великой Отечественной войны. Ну и здесь перечислено, право на нее предоставляется лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, труженики тыла и так далее. То есть в настоящее время им уже такая льгота предоставлена, и естественно распространение права на вторую пенсию, это также повлечет и увеличение финансовых расходов, и получается, что они приравнены будут к ветеранам Великой Отечественной войны, которые принимали участие в боевых действиях. Следует отметить, что Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендует Государственной Думе отклонить данные законопроекта в рассмотрении в первом чтении. Спасибо. Ставлено голосование. Включите режим. Законопроект отклонен в 80-й. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. Ирина Валерьевна Соколова. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Законопроектом предлагается предоставить право на одновременное получение двух пенсий страховой по старости и государственной по инвалидности трём категориям ветеранов Великой Отечественной войны. Военнослужащим последнего военного призыва, лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны на строительстве оборонительных сооружений военных объектов и труженикам тыла. При этом размер государственной пенсии по инвалидности предлагается установить на уровне, предусмотренном для участников Великой Отечественной войны. В настоящее время льгота по одновременному получению двух пенсий предоставлена инвалидам вследствие военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, то есть тем гражданам, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях и наиболее пострадали в период Великой Отечественной войны. Распространение права на вторую пенсию на другие категории ветеранов Великой Отечественной войны вовлечёт не только существенное расширение числа получателей двух пенсий, но фактически уравняет в объёме пенсионных прав лиц, которые не участвовали в боевых действиях, с теми, кто непосредственно участвовал в боевых действиях с непосредственными участниками Великой Отечественной войны. Комитет не поддерживает такое предложение и предлагает законопроект отклонить. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. 81-й проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. Ирина Валерьевна Соколова. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Законопроектам предлагается предоставить право на одновременное получение двух пенсий страховой по старости и государственной инвалидности военнослужащим последнего военного призыва. В настоящее время этой категории ветерана Великой Отечественной войны предоставляется практически такой же объём мер социальной поддержки, как инвалидам Великой Отечественной войны за исключение второй пенсии. Они получают ежемесячную денежную выплату в максимальном размере как для инвалидов Великой Отечественной войны, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, обеспечиваются жильём как участники Великой Отечественной войны. Но предложение авторов законопроекта фактически уравнять в пенсионных правах лиц, которые не участвовали в боевых действиях, с теми, кто участвовал в боевых действиях, с непосредственными участниками Великой Отечественной войны, такое предложение комитет не поддерживает и предлагает законопроект отклонить. Спасибо. Оставлено голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонён. 82-й проект федерального закона «Унесение изменений в статью 2 федерального закона о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Ирина Валерьевна Соколова. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект аналогичный предыдущему, комитет предлагает отклонить его по тем же основаниям. Спасибо. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект отклонён. И, наконец, 83-й вопрос. Проект федерального закона «Унесение изменений в статью 1 федерального закона об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». Владимир Александрович Паневерский. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, представленным законопроектом предлагается увеличить число мировых судей соответствующему количеству судебных участков в Пермском крае со 146 до 148. Комитет данной инициативы не поддерживает и просит Государственного думы его отклонить, так как основания, приведённые в законопроекте, не предусмотрены в действующем федеральном законе. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонён. На этом мы сегодня завершим нашу работу. Я благодарю всех и желаю успешно потрудиться в регионах. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...